Мы проводим Этот день поля Юбилейный для нас год В этом году компания РЗАГР исполняется 10 лет И мы постарались на небольшом участке земли Можно сказать на клочке Русской земли Разместить максимально плотно Аграрные инновации в области Селекции прежде всего пшеницы Льна, гороха и нута Наши коллеги Из компании РЗАГР поделятся с вами Тонкостями технологии Выращивания нашей культуры Постараются максимально ответить на ваши вопросы Сегодня здесь присутствует свет Можно сказать нашей селекционной науки Но я хочу выделить отдельно Одного представителя достойного Который буквально вот на днях Получил высокое звание Члена корреспондента Академии наук Российской Академии наук И хочу, чтобы все присоединились к его поздравлению Это Александр Николаевич Поровик Он с нами Приглашаю вас еще раз на этот день поля Спасибо, что приехали Мы поделимся всем, что у нас есть Хорошего дня и прекрасного настроения Спасибо В сортах мат Также очень широкая адаптивность И вот как раз один из многих сортов Который как Таня Который вот может так же При низкорослости своей Можно селить по кукурузе на зерно Он устойчив к фузырезу колоса Толерант к фузырю колоса Можно по кукурузе селить На высоком агрофоне На среднем агрофоне Он среднеспелый сорт Это сильная пшеница Качественная Высокая морозостойкость Уже районирован он И в Нижнем Поволжье И в Среднем Поволжье И в Центральном Чернозерном регионе И в нашем Северокавказском И вот я в Узбекистане буквально 2 недели назад был Там замечательно себя показывают Жаростойкий, засухустойчивый Поэтому очень интересный сорт Очень интенсивный Очень хороший иммунитет у него Листовая устойчивость к септориозу Бурой в желтой ржавчине Поэтому сорт только-только набирает площадя И я думаю, что он будет большую площадь занимать Я вообще не предел И вот как раз, если вы говорите на нарушении На кукурузе Вот, пожалуйста, обратите внимание На сорт школы Новый сорт Он сейчас так же повсеместно внедряется Районирован почтовым легионом Прибавки сумасшедшие 15-20 цент неравновал Поэтому на высоком агрофоне Это крупнозерный сорт Притом, что видите, у него тоненький листочник Очень густой, стебристой Крупный колос Очень крупное зерно Масса тысячи под полтинник Потом, это сильная пшеница, качественная Жаростойкий очень, засухустойчивый Единственное, что стал повреждаться Немножко новые расы желтой ржавчины Поэтому обрабатывать Вместе с гербицидом добавлять фунгицид Чтобы желтую ржавчину снять Это самая ранняя ржавчина Которая по холоду еще работает Когда самая-самая холодная Погода до колошения А потом уже ее уберете И, соответственно, она буроустойчива И к пузырежу он толерантен Можно на орошение по кукурузе Школа очень-очень урожайная И сейчас будет Я надеюсь, все больше Будет хорошо работать И вот два новых сорта Которые уже ранее Будут в испытании Но обратите внимание Все новейшие сорта Мы стараемся, чтобы они были Превосходной степени Они сейчас самые урожайные Вот сейчас кольчуга и победа 75 Это сорта, которые в испытании В прошлом году В наших местных странах Коснодарских организовали первые места По урожайности Сорт кольчуга Назван так, видите, серебристый Как будто бы у него латы серебряные Поэтому это очень крупнозерный Сорт, засухоустойчивый Сорт с хорошим иммунитетом Единственное, что его нельзя Не сеять по кукурузным зерном Не устойчиво к фузариозу Но это ценная пшеница Высококрупнозерная Хорошая засухоустойчивость С хорошим иммунитетом И неприхотливая По пропашным предшественникам Кроме кукурузы Можно сеять и на высоком агрофоне А сорт Победа 75 Названа в честь 75-летия Победы Это сильная пшеница Очень высокой морозостойкостью Очень жесткая проволочная соломина Устойчивая к полиганию Отличный иммунитет к септориозу Отличный иммунитет к бурой К желтой ржавчине Но, к сожалению, также повреждается фузариозом Но кукурузу нельзя И, соответственно, очень густой стеблистой Очень красное стекловидное зерно Хорошая морозостойкость Поэтому обратите внимание Все новые сорта не превосходят Предыдущие по урожайности Поэтому пытайтесь получить все новинки Вовремя, рано Сорт не живет долго в последнее время Через 5-6 лет возделывания У сорта появляются новые болезни Новые расы болезней Которые начинают его повреждать Соответственно, с каждым годом Нужно больше и больше задать на химию На защиту и затраты на выращивание Поэтому, чем раньше вы получаете новинки Тем больше вы получаете отдачу И вот сорт Кольчуга И сорт Победа 75 Они сейчас успешно проходят сортоиспытания Мы уверены, что у них будет хорошее будущее У нас традиционная технология Со своими, наверное, этими нюансами Основанными на личном опыте Опытах, которые проводит Научно-производственный наш отдел Тарас Кормановкян возглавляет его Огромная работа Как вы видите Очень-очень маленькую часть работы Мне здесь все нравится Они провели колоссальную работу Очень небольшим количеством А вообще-то у него 6 тысяч таких вот мелких делянок опытов Пятикратные повторности Все опыты проводятся Опыты по питанию По густоте сева По схеме посева По гербицидным обработкам Выбор гербицидных разных схем Питание Разные схемы Разные культуры По разным предшественникам То есть И это мы все делаем вынужденно Потому что нету На сегодня Возможности получить эти данные Непосредственно от науки Которая целенаправленно Всем этим занимается Как это было раньше И предоставляет это для Хозяйственников Производственников Вот По технологии Начало Начало все идет С выбора сортов Все сорта у нас Здесь в этой зоне Терноградской 99% До 100% У нас сорта Аграрного научного Научного центра Зерна По-моему так называется Имени Лукьяненко Бывший Мы лет 5 По-моему Если не больше Сотрудничаем с ними Вот Александр Николаевич Боровик Только что читал По-моему Вы наверное слушали Не слушали его Рассказывал о сортах Которые у нас применяются Новинки здесь представлены Этого института И где-то 50 на 50 Или 60 на 40 Мы сеем Сорта Лукьяненко И Зерноградские Тарасовские Это где-то 40% 50-60 Лукьяненко Землянский Морозовский район Там у нас тоже На сегодня 60 с небольшим Тысяч гектар земли Три хозяйства Там вот Немножко Другой сортовой состав Который соответствует Тем условиям Сорта мы Распределяем Чисто по предшественникам Обязательно В этом плане Нам информацию дают Опять же Оригинаторы Ну и свои представления Тоже Дальше Семена Мы Пять лет По-моему Тому назад Построили семенной завод Для себя Потом увидели В этом потребность И начали Реализовывать На сторону И продаем Как вы знаете Семена И протравленные И непротравленные Зачем нам нужен был Семенной завод Мы ощутили Необходимость В качественной Сортировке Очистки семян И протравки На заводе У нас стоит Оборудование Две линии На сегодня В прошлом году Мы запустили Вторую линию Две линии На которых Стоит Кроме очистки Оборудование Очень хорошего качества Один завод У нас Петкусовский Второй Аналог Кембрии Турецкое производство Но мы убедили Что очень хорошее качество И там На Петкусовском заводе Стоит оборудование Стационарной Протравки Петкуса На втором заводе Нам компания Байер Предоставила Любезно Протравочную машину Производства Густавсен Один из мировых Лидеров Я об этом Говорю подробно Потому что Это очень важно Это качество После того как мы Очистили Отсортировали Семена Качество Протравки Помимо этого Компании Сингента Байер С которыми Мы очень плотно Работаем Они проводят Контроль За качеством Протравки Их препаратами На своем Оборудовании От каждой партии Они забирают Контрольный образец И обязательно Проверяют Важно Важно еще Сказать Что Семена Мы протравляем Только качественными Фунгицидными Препаратами Оригинальными Уже который год Это препараты Компании Сингента Максим Форте И Боритон Супер Компания Байер Почему это важно Потому что Мы На своих полях У нас по технологии Нормы высева От двух с половиной В товарных посевах От двух с половиной До трех с половиной Миллионов Редко доводим До трех и восьми Поэтому Качество семян Для нас Ну Очень-очень важно Мягко говоря Дальше Как мы сеем Схемы сева У нас Вот эти вот Комплексы Которые стоят Вот Барго Джон Дир И есть у нас Еще один Кейс ПРД У них Междуряди 19 25 Есть такие Есть такие По разным предшественникам Мы применяем И по разным Сортам Кстати Разные сорта Требуют разного подхода Применяем Разные комплексы Про густоту Я сказал Следующий момент Это Глубина сева Мы заточены На то Чтобы сеять На 2-3 сантиметра Плюс-минус 1 сантиметр Очень важно Соблюсти Вот эти вот параметры Потому что Допустим Если мы Будем сеять меньше То Возможно Что мы потеряем Часть сходов Из-за очень Мелкой Мелкой глубины Да И там Морозы И так далее И так далее Разные причины Сейчас много Их перечислять Если заглубляем То Мы считаем Что глубже 4 сантиметров Каждый сантиметр Это потеря Примерно Одной тонны урожая Потому что Это очень сильно Сказывается на развитии И в дальнейшем На заложении потенциала Дальше Как мы работаем С удобрениями Основное удобрение Мы На самофос Средняя норма До сих пор В хозяйстве Была 100 килограмм Мы ее Вносим Дифференцированно Потому что У нас Зерноградский район Ставрополь И одно Хозяйство В Морозовском районе Поля откортированы С помощью Компании Агронот И мы работаем По зонам плодородия Плотно То есть В хороших зонах Которые мы называем Зелеными Мы вносим Большее количество В красной зоне Зачастую Вообще не вносим И в зеленой зоне В зависимости от года Добавляем Больше Меньше Или вносим Среднюю норму Вот такой подход По колоссовым Предшественникам Там где у нас Есть почвообработка Мы Вносим Амафос Дифференцированно И стандартная норма 100 кг Ровная При посеве Сульфа В осени не было Вот в этой зоне И мы Получали их В середине В конце декабря Или же Позапрошлом году Вообще получили их В феврале А часть просто Взошла в марте Часть полей Если мы получаем Сходы И доходим До фазы Трех-четырех Листьев Начало кущения То возможно Применение Гербицидов Сусени А также Азотная подкормка По результатам Почвенной диагностики Мы Проводим За сезон Три-четыре Почвенных Отбора Почвенных Образцов И диагностики Кстати До Посева Обязательно Мы В августе В сентябре Проверяем Содержание Аммофоса В почве По зонам Плодородия И в зависимости От этого Также вносим Корректировки По зонам Плодородия Это вопрос Такой Очень интересный Многим Может быть Неизвестно Если будут Вопросы Задавайте Походу Помимо Гербицидной Обработки Опыт Показывает Что если мы Получаем Сходы Осенью Зачастую Возникает Необходимость В азотных Подкормках Осенью Потому что В почве В этот момент У нас Обычно Не хватает Азота И Азотное Голодание Если затянуть И проявляется То есть мы Осенью Если есть необходимость Проводим Азотную Подкормку Первую До 70 Кг Кассом По небобовым Предшественникам Далее Все дальнейшие Подкормки Весенние Мы проводим В первую очередь После почвенной диагностики Содержание влаги И азота В почве По глубине И по количеству И в зависимости От фаз Развития Азимой пшеницы Они могут быть Внесены За Два раза Один раз Селитра Первая Второй раз Кассом И Или же До четырех раз То есть мы можем Это и дробить Если у нас нету Хорошего развития Весной То мы стараемся Кормить дробно Чтобы вытягивать растения Как в этом году Кстати работали Вот это поле Здесь Сходы Пошли в конце декабря И весной Они были Где-то Два Два листа Редко три Два листа Здесь было Далее у нас После первой подкормки Полной Ну Когда откормились Селитрой Проводится подкормка Если мы дробим Селитру Подкормку Два раза Первая подкормка У нас ровной нормой Для старта Вторая подкормка Идет Дифференцированно По зонам Проводородия Если одна подкормка Селитрой То есть полной нормой То у нас Сразу дифференцируется Минимально мы даем Допустим Полная норма Селитры у нас Где-то 180 кг 190 Тогда мы На красных участках Даем На слабых зонах Даем Не более 100 кг Остальное Все переносим На зеленую То есть На зеленых Получается До 250 Я технический эксперт Команды Ситкея Сингента Что такое Ситкея Ситкея Это в переводе На русский Защита семян И наше направление Направлено Именно на Создание продуктов Которые Никак не Сказываются Негативно На развитие Самой культуры А негативно Влияют Именно на Патогены На данных Участках Представлены Три варианта Защиты В котором Использованы Продукты Вайбранс Интеграл С нормой Расхода 1,75 литров На тонну И Максим Форте Плюс Темитоксам Максим Форте 1,65 литров На тонну И контроль Семена Которых Не были Обработаны Никакими Продуктами Для защиты Семян Наши продукты Это Инновационные Продукты Вайбранс Интеграл Обладает Уникальной Молекулой Сидоксана Это Единственное Действующее Вещество Которое Способное Передвигаться Вниз Вместе С корневой Системой Тем самым Защищая Ее При Развитии Растений Мы Наблюдаем Гораздо Большее Количество Корней Это Обусловлено Тем Что Именно Молекула Сидоксана Негативно Влияет На Саму Клетку Гриба Но Никак Не Влияет На Клетку Растения Наоборот Оказывает Физиологический Эффект Клетка Корней У нас Растения Меньше Стрессует Соответственно Мы Получаем Лучшее Развитие Корневой Системы В сравнении С другими Продуктами Для защиты Семян У нас С Холдингом Все элементы Производства В частности От нас Защиты Производства От самих Непосредственно Специалистов Холдинга Выращивание Сельскохозяйственных Культур В данном Случае Мы сейчас Коснемся Защиты Азимой Пшеницы На прекрасном Сорте Который Вы здесь Видите Семена Полученные В этом Же Хозяйстве И С чего Обычно Все Начинается Это Начинается С защиты Семного Материала Это Очень Важно Данный Хорошие Участки Семенных Посевов Которые Они выращивают Далее Очень хорошая Подготовка Семенного Материала Соответственно Потом По желанию Самих Кто приобретает Семной Материал Производится Обработка Если на то Необходимо И В данном Случа Если мы Посмотрим На нашу Первую Делянку На табличке Здесь видно Здесь вообще Ничего Не было Необработанных Семян Необработки Потом Какой-то Единственное Что Была борьба С сорной Растительностью Вот посмотрите Разница есть Других Но Все равно Так вот Если просто Посмотреть На поле Вот с таким Посевом Можно сказать Что это Очень хороший Посев С очень Хорошим Потенциалом Но Здесь пока Никакой Обработки Не было И не будет В данном Случа Семенной Материал Настолько Качественный Хорошо Подготовленный Правильно Выбранный Сорт Что По большому Счету Мы сейчас В фазе Цветения Хотя Еще До Урожая Еще Не Продукции Поэтому В общем То У нас Еще Две Недели Очень Ответственных И еще Одна Неделя Которая Тоже Может Повлиять На Урожайность И на Качество Но Тем Не Менее В данном Случае Вообще Незащищенная Делянка На данном Сорте Выглядит Очень Очень Неплохо Это Выглядит Неплохо Визуально Если Мы Посмотрим И далее Участки Которые Не Обрабатывались То Семена На которых Не использовались Продукты Для обработки Семеного Материала Они Как правило Имеют Максимум На самом Центральном Колосе 10 пар Сложных Колосков Максимум А так Обычно 7-6 На Семенах Которые Использовались С обработанным Семеным Материалом Там 10-11 Это Где-то 10,5 Это Средняя Поэтому Зеленость Колоса Там Намного Много Выше Здесь Нам Представлена Сорт Внинг 620 На этом Участке Заложены Опыты С нормой Высева Семян От 3 Миллионов Штук На Гектар До 8,5 Миллионов Штук Лен Изначально Для нас Является Предшественником Для Семенных Посевов Азимой Пшеницы В структуре Он занимает 6% Урожайность У нас Составляет От 15 До 22 Центинеров С Гектара Все Семена У нас Подрабатывается На Фотосепараторах С помощью Пневмого Сола Тем самым Мы добиваемся Максимальной Выполненности Семян Что очень важно Для мелкосемянных Культур На фазе Всходов Мы очень много Проводим Работы С подборкой С подборкой Норм Видов Минеральных Удобрений В нашем Производстве Схемия Применяется Доза Аммиачной Селитры При посеве 70 кг И по Вегетации 50 кг Аммиачной Селитры В физическом Весе На этих Опытах Мы получаем На этих Посевах Максимальную Урожайность Культура Лен Для нас Стала Наиболее Привлекательной Ранее Это была Менее Рентабельная Культура Сейчас Во протяжении Пару лет Начали Более К ней Присматриваться 2020 года Приступили К реализации Семян На нашем Семенном Заводе Мы продаем Первую Репродукцию В частности Сортов НИИМК 620 Вашему Вниманию Здесь представлена Линейка Современных Сортов Которые Обладают Высокой Адаптивностью Урожайностью Устойчивостью К болезням Они самые лучшие По разным Группам Спелости Распределены Такие сорта Как НИИМК 620 ФН На дальнем Плани Расположены Такие сорта Как Авангард Радуга Небесный Все эти сорта Очень высокомасличные Устойчивые К заболеваниям Культура Раннего срока Сева И Единственная Культура Которая В секторе Нишевых Культур Имеет Хороший Доход Эта культура Высоко Отдатливая То есть Рана освобождает Почву Позволяет Подготовить Под зерновой Клин Почву Поэтому Аграрии Всегда имеют Дополнительный Доход От этой культуры И так как у нас Имеется И завод Переработка То есть Рынок сбыта Есть Я думаю Что все Производственники Вернутся К российскому Производителю Наши селекционеры Все трудятся Максимально Вкладывая В этот Селекционный Материал Чтобы Производственнику Удовлетворялись Все требования И к уборочной Части И к составу Семян И К двойному Использованию На масло И волокно Татьяна Николаевна Самый известный Ваш леный Это в ним 620 Чаще всего От агрария Он просто занимает Большие площади Самые первые шаги Если замечаете У нас В 2004 году По России 3000 гектаров Всего льна было К 2014 году Даже К 2010 году 60 тысяч гектаров Это то есть Увеличение площади В разы Вы сами Это видите И поэтому На Донской станции Был небесный сорт Единственный сорт Больше не было сортов В институте масличных культур Это был ручеек В НИИМ-620 В НИИМ-630 То есть Спектр Разнообразия Так же был Просто этот сорт Рано созревает Рано Он пластичен Легок в уборке Уходные работы Как и все Для всех Сельскохозяйственных культур Тоже требует К себе Пристального внимания Это не просто Нету легкой культуры Нут в компании Высевается только В Южном кластере Южный кластер Это Зерноградский район Площадь нута Составляет Примерно Около 10% От структуры Посевных площадей Ну если в цифрах Можно сказать Где-то 3,5 тысячи гектар Занято под нутом Как у нас Нут появился вообще Начинали мы с нута 200-300 гектар Наверное И доросли до такой площади За счет одной культуры Которую мы поначалу Постепенно начали сокращать Площадя И в итоге полностью Отказались от нее Культура это Кукуруза на зерно Причина отказа Простая Последние годы Погодные условия Складывались совсем Не в пользу кукурузы И гибриды сорта Да Заявленные на такой Какой-то потенциал высокий Не реализовывали его И полученная продукция Низкая По той рыночной цене На тот момент Ну стали нам неинтересными Поэтому мы пошли В сторону нута Ну для нас сегодня Является одним из основных Хороших предшественников В первую очередь Для озимой пшеницы Ну не просто хороший Бобовый Он для нас удобный У нас есть Предшественник горох Тоже бобовый Да И есть как бы Предшественник нут Ну у нас много прямых посевов Без обработки почвы Ну телом как бы Тяжело может назвать Но это прямые посевы Сеем пшеницу Пануту по гороху Без обработки Если год допустим Урожайный по гороху Ну наличие пожненных остатков Особенно если они распределяются Неравномерно по полю Создают определенные условия Если выпадают там какие-то дождики Небольшие Да Или большие дожди То качественный посев На этих площадях затягивается По нуту конечно Этот вопрос решается Побыстрее Там не столько много Пожненных остатков И они быстрее Проветриваются Как бы Не так они накрывают Почву Сев более качественный Так На этом поле Конкретно На этих делянках Нут у нас посеян По гороху Не удивляйтесь Нут посеян по гороху В основном мы сеем Конечно в производственных посевах Нут по пшенице Считаем этот предшественник Один из самых лучших Сеем нут мы Также по разным технологиям Обработки почвы Сеем и напрямую Без обработки по стерне По очесу Сеем по минимальной обработке почвы Дискуем Сеем также по глубокой отвальной Какой-то разнице Но она есть в любом случае Что где-то меньше Где-то выше Ну незначительно Все в принципе В принципе все одинаково Единственное Нужно будет готовым Тем Кто хочет сеять Ну по прямому Там конечно Некачественное распределение Пожневных остатков Сыграет негативную роль Если вы будете работать Почвенным гербицидом Будете как-то Возлагать на него надежды какие-то До этого-то придется Отработать глифосатом Но все равно Какие-то открытые участки Они будут пробиваться Сорняком Так По защите растений Значит По защите Защита начинается У нас с обработки семян Это как правило С фунгицидный Инсектицидный Протравитель Плюс последние годы Начали добавлять Инокулянты Инокулянты Мы остановились На питерском производстве И добавляем их Где-то наверное Уже на протяжении Двух лет По протравителям Это как правило Инсектицидный Теометоксан 350 Ну допустим Это кайзер Пускай будет И максим Обычно Это флудиоксанил По-моему Да По защите вегетацию Проводим одну обработку Фунгицидную Как правило Это фунгицид Из класса Триозольных ДВ Это Альтосупер Проводим Обработку Не именно По очагам Да Вот когда Увидели там Заболевания Какие-то Потому что Ну наверное На ноте Уже будет поздно Этим заниматься И будет это Слишком дорого А проводим Обработки Как бы Профилактически В фазу До цветения Где-то Высота растения 15-20 сантиметров Обрабатываем Именно фунгицидом Можем добавить Какой-то перетройт Для профилактики Потому что Желающих уже В это время Много появляется Которые заселяют Нут Ну вот Обходимся Одной обработкой Фунгицидной По защите растений От вредителей Основной вредитель Который у нас Снижает здесь Урожайность И снижает Качество продукции Это хлопковая совка По хлопковой совке Тут как бы Шутить не стоит Мы экспериментировали Тоже раньше Много Разные препараты Но в каких-то случаях Пришлось даже Перерабатывать Ну это и Во-первых Результат совсем не тот Уже потеря продукции Идет И по цене Это кусается Поэтому остановились На амплиго Амплиго В разных дозировках От 0.15 До 0.25 Тут надо Как бы Понимать Какая у нас Заселенность Какая у нас Заселенность Получается Поле И какие возраста У нас вредители Если там Малые возраста И заселенность Небольшая Можно обойтись 0.15 Если видим Что уже тут пожар И надо тушить Тут уже конечно 0.25 Можно даже выше Амплиго В принципе Работает неплохо Так давайте По делянкам Конкретно здесь У нас Высеян на всех делянках С разными вариантами Сорт Одесской селекции Это сорт Триумф Сорт Триумф Можно считать Крупноплодным Сортом Сорт Триумф У нас устойчив К полиганию К осыпанию Засухоустойчивость У него средняя Устойчив он К Аскохитозу Устойчив К фузариозным Каким-то увяданиям Вот Поэтому можно считать Его крупноплодным В 2020 Году Урожайность По Триумфу У нас была 1.8 В 2021 Году Урожайность По Триумфу Была у нас 1.7 Начинали сеять Мы различные сорта Прива 1 Краснокутский 36 Иордан Завид Всякие сорта Перепробовали На сегодняшний день Остановились Именно в нашем Южном кластере На Триумфе Если сравнивать Его С такими сортами Как Прива 1 Хороший сорт Урожайный В принципе Стабильно урожайный Сорт Но Минус его в том То что фракция Получается на выходе Низковатая А для нута На сегодняшний день Высунул Крупность Крупность Озерна Это важно Важно в цене Поэтому Как бы Остановились На Триумфе За два последних года Есть у нас Средняя Допустим Масса тысячи По Триумфу Средняя Составляет 270 грамм Масса тысячи По Прива 1 Составляет В районе 220 грамм Выход Крупного зерна Допустим На Триумфе Срешет 8 плюс До 70 На Прива Там намного меньше И там Выход Срешет 5 плюс До 90 То есть Озерненность У Прива У Триумфа Намного крупнее Начну с того Что в принципе По Зернограду И Ставрополю У нас Все в обороте Горох Занимает Порядка 10 Процентов Много Или мало Судить вам Но это Порядка 6 тысяч Чтобы вы понимали Средним По годам Технология У нас В принципе Здесь представлена Наша Классическая Технология Это без Протравителя Без фунгицида Без инсектицида Грубо говоря Убрали горов Почистили Положили в бурты И в феврале По возможности В марте То есть заехали Посеяли И то же самое Традиционная обработка Здесь НЦПА И плюс Миура По необходимости В нашей технологии Была Это было в принципе До До 2022 года В 2021 Мы Году заложили Большие опыты По гербицидной обработке Далее я расскажу По ним Что касается Защиты семян В принципе Ранее мы Не протравили Потому что площади Большие Так как не было Возможности Обрабатывать семена По строительству Завода Приобретением Протравочной машины Такая возможность Появилась И мы начали Закладывать Опыты в принципе Как мелкодеряночные Так и в производстве По итогам Прошлого года Хочу сказать Что в принципе Единственную прибавку Мы увидели В системе защиты Флодиоксанил Тем и так сам И инокулянты При выраженности В 50 центнеров Прибавка составила 3 центнера При тех затратах В принципе Работе Которая была проведена Это Оно того не стоит На отдельных Опытах По защите семян Снижение От 5 центнеров До 1,5 тонн Составило Поэтому еще Мы опыты Продолжили Потому что Все годы разные Как он себя поведет Хотя год был В прошлом году Гороховый Как у нас в крае Так и у вас В принципе По области И все-таки Основные посевы Мы продолжаем Сеять Без обработки Я думаю Что традиционно Мы на ней остановимся Переходим Это нормы высева В принципе Вопрос тоже Больной Для нас Он уже Для своей технологии Он уже Обкатан Начинали Когда мы Заниматься Конкретно Селекция Селекция Это уже Более 10 лет Мы эти горохи Высеваем Наша норма Была Как рекомендовано 1,2 1,3 Миллиона В будущем По итогам Закладки Опытов Наша Оптимальная Норма Сейчас составляет В производстве Это Полтора миллиона В отдельные годы По отдельным массивам Если того Желает Грубо говоря Заделка семян Мы можем увеличить До 1,7 То есть я говорю Сейчас о прямом посеве Соответственно Если качество у вас Хромает Заделка семян То можно немножко Норму увеличить Почему мы В принципе Перешли к более высоким Нормам Полутора миллионам Культура быстро Затеняет почву Начинает угнетать Вторую Третью волну сорняков И к уборке Зачастую Мы обходимся Без диссекации Нормы Когда мы 1,1 1,3 миллиона Сели Зачастую Диссекация была Обязательна Так как В принципе К уборке Если еще Пошли дожди Культура осветлилась Та амброзия Которая Она у нас Распространена По Ставропольскому краю Начинает себя Прекрасно чувствовать Влаги Дуром Света хватает И буквально 5-7 дней И горох Становится зеленый Начинаете сушить Становится уже поздно Горох начинает Растрескиваться Уходит Золотое время И отсюда Идут конечно Колоссальные потери И даты сева Что касается Даты сева Здесь Ну не получилось У нас февральские окна Зайти посеять Первый посев 14.03 Планы были С интервалом В две недели Посев совершить Но получилось так Что здесь уже 12.04 А там 28.04 Погодные условия Несли свои коррективы Поэтому Мы традиционно Пытаемся Зайти сеять В феврале У нас Как оборот пласта Так и в принципе Прямые посевы Присутствуют Что касается Прямых посевов Необходимо Если у вас Такая технология Есть Понятно Что нужно Распределять Солом идеально По полю Иначе там Где солома Будет вот так Лежать Вы просто Не получите Сходу в горох А даже Если врежете Вместе солому В почву Что касается Оборота пласта Чтобы в ранние сроки Заходить И весной Не уплотнять почву Не поднимать грудку Нужно Выравнивать С осени Идеально Горох Желательно Самый Все таки Или на зерно С большим С большим Удовольствием Важности 18-19 Оставить У вас будут Семена Следующий Сорт Астронавт Это довольно Новый Сорт Два года Следующий Сорт Клеопатра Довольно Старый Сорт Четыре года Назад Мы его Убирали Из линейки Выращивался Он и здесь В РЗАГРО Товарный Самый Засухоустойчивый Сорт Убирали Из-за чего Была проблема В Германии На семенниках Пошла за Сорем И с пилюшкой Поэтому Приняли решение Остановить продажи Поставки Семенники Почистили Два года Подряд Сейчас идет Чистое Никаких проблем С них нет Из особенностей Это самый Засухоустойчивый Сорт В нашей линейке Самые лучшие Результаты Показывают Именно В Краснодарском Крае Ставрополье И в Ростове И в Волгограде Где засуха Очень хорошо Выдерживает засуху В начале Вегетации То есть Это самый Засухоустойчивый Сорт Три года назад В РЗАГРО В конзавод Наверное Отделение Здесь Когда была Очень сильная Засуха Два года назад Клеопатра Дала 23 центнера Это по району Она заняла Первое место За два месяца Апрель-май Было 8 миллиметров Осадков Она дала 23 центнера Но можно И получить И до 50 Самый засухоустойчивый Сорт Сейчас В настоящее время У нас На агроспровождении Находится Порядка 350 тысяч Гектаров Здесь Поименованы Наши ключевые Клиенты Их экономический Эффект Который они получают Это где-то В районе Трех с половиной Четырех тысяч Гектара Но и Один из Наиболее Давних И прогрессивных Наших клиентов Компания Эрзеагра Сейчас Кто был на экскурсии Смотрели Тифтовой ГРЗ Вы видели Что 6 тысяч Только Гелкотеляночных Опытов Западная Компания Пять сезонов Мы работаем Вмесят Пятый сезон Когда мы работаем Вот И За это время Компания Дорастила Мощнейший Инструментарий По оценке Результатов То есть Они по сути Построили Новую методику Опытного дела Которая позволяет Отвечать на вопрос Как идти Как найти Короткую дорогу На Эверест Какие действия Приводят К стабильному Результату И все опыты Компания Закладывает С учетом Продуктивности Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова